Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь в этом видео, мне хотелось бы с вами поговорить о корме Сера Сан, и также мы посмотрим как его едят рыбки. Данный корм предназначен для яркости окраса и роста рыбы. Давайте начнем с того, что посмотрим, что о нем говорит сам производитель. Сера Сан это венец линии серокормов для декоративных рыб. Он содержит только самые лучшие ингредиенты. Ежедневное кормление Сера Сан существенно усиливает яркость окраса и ускоряет рост всех декоративных рыб. Данная баночка 250 миллилитров и стоимость ее 555 рублей. Что мне в ней нравится? Первое, что мне нравится, это то, что крышка имеет активную кнопку. Нажав на кнопку, открывается дозатор, так сказать. Дальше идет надпись о том, что это хлопья. Ну это действительно хлопья, их можно еще увидеть на лицинке. И в принципе вот эта штучка не нужна. Сняв крышку, можно увидеть то, что упаковочка герметична, закрыта фольгой. Это очень хорошо для того, чтобы сохранялся аромат и вкус данных хлопьев. Ну и естественно нам ее придется снять, для того, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть и для того, чтобы покормить рыб. Вскрыв банку, сразу чувствуется приятный запах этих хлопьев. Давайте внимательно посмотрим, как он будет выглядеть. Корм для усиления яркости окраса. Корм сухой. Ну и понятное дело, что упаковка была герметичная, влажность никакая не попала. Он не пахнет плесенью, я уже его понюхал. Это очень хороший признак. Такой корм можно давать рыбе. И, кстати, пахнет очень вкусно. Пахнет, кстати, рыбой. Если мы посмотрим состав корма, он здесь есть, то мы увидим, что на первом месте это рыбная мука. Потом идет, конечно, пшеничная мука, что мне не очень нравится. Пивные дрожжи и много-много всего другого. Также гамарус, цельный яичный порошок. Кальций, спирулина, жиры и даже печень рыбы. Но если мы будем разбирать состав немножко по-другому, то мы узнаем, что здесь 48% протеина, 8% жира, 2% растительных волокон. Также еще есть зольные вещества 11%, витамины А, В1, В2, С, Д3 и Е. В принципе, корм полнорационный. Можно сказать так, если, конечно же, производитель нам не врет, если он нас не обманывает. Что еще хочется сказать об этом корме? Данный корм предназначен не для каких-то видов рыб, не именно для тех, которые нарисованы здесь на рисунке, а вообще для всех видов рыб. Что мне нравится еще? Потому что, как правило, кормы, которые предназначены для усиления окраса, они идут для усиления красного окраса. Что не скажешь про этот корм? И об этом, кстати, очень четко помечено на самой упаковке. То есть здесь и красная рыбка, и рыбка с другим цветом. То есть здесь гурами мраморная, по ходу дела, нарисованная. То есть она усиливает не только красный цвет, но и другие цвета. Также, как правило, сами хлопья, когда увеличивают яркость красного окраса, они красные. Хлопья, гранулы, чипсы, неважно. Здесь мы видим то, что идет разносортные цвета. Конечно же, эти цвета, это все подкраска, это все, так сказать, краситель, о котором, кстати, не сказано в составе. Не сказано в составе. Но, тем не менее, я знаю наверняка то, что вот эти все хлопья разноцветные, это все подкраска и никак не влияет. Не значит, что красный это морковь, зеленый там это водоросли. Совсем нет. Кстати, нашел я надпись о том, где говорится, что добавлены красители. Самая последняя строчка, где я сейчас показываю пальцем. Пишут то, что содержание пищевых красителей допустимо в ЕС. Ну, о чем я и говорил, в принципе. Дальше, что хотелось бы еще сказать. Когда часто кормят кормом для усиления окраса, так сказать, когда рыбка начинает ходить в туалет, буквально через недели, две, полторы, начинает краситься вода. Как показывает практика, от корма Сера Сан такого не происходит. То есть, сколько бы вы ни кормили этим кормом, даже если вода подкрашивается в такой красноватый цвет, а этот красноватый цвет незначительный. Другие производители, я не знаю, что они там используют для усиления окраса. Рыба в первое время начинает действительно набирать краски, набирает цвета. Буквально через две недели она этими красками начинает уже ходить в туалет. Ну, видать, избыток у нее становится уже, избыток красителя, и поэтому вода начинает краснеть. На этом, в принципе, все, что я хотел сказать про этот корм. Теперь остается только посмотреть, как корм этот кушают рыбки. И это мы посмотрим на разных видах рыб. Я на этом с вами попрощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. А дальше предлагаю посмотреть видео, как кушают рыбки этот корм под хорошую музыку. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok